здравствуйте дорогие друзья Добрый день всем добрый день сегодня у нас очередной эфир давайте подождем немножко пока соберутся люди Руслан здравствуйте я смотрю люди подсоединяются я стримлю одновременно с двух аккаунтов поэтому надеюсь нас будет больше и так мы можем увидеть дополнительные комментарии сегодня у нас особый месяц начинается то есть да вот у нас последний день апреля и у нас начинается особый месяц в который энергии будут влиять немножко по-другому вот поэтому мы все можем в этом убедиться хорошо давайте проверим звук от 1 до 10 как меня слышно хорошо ли меня слышно микрофон вроде настроен просто хочу от вас обратную связь если у нас хороший звук потому что звук важен и звук он будет важен именно в этот месяц в течение этого месяца будет важен звук или шабда здравствуйте здравствуйте спасибо что махаете ручками хорошо значит у нас процесс идет все хорошо да для тех кто меня не знает меня зовут воробьев алексей ведической астролог из рима италии и сегодня у нас эфир по поводу астропрогноза на месяц май что нас ждет в мае месяце говорят что рожденный в месяц май будет маяться всю жизнь не знаю насколько это правда насколько это вообще отражается как-то в ведической культуре не знаю вы мне напишите в комментариях кто из вас родился в месяц май хорошо давайте не будем тратить время у нас ровно час для того чтобы вам дать информацию если будут вопросы какие-то постараюсь ответить если мы войдем как говорится в график для женщин это будет особый месяц потому что он будет связан с венерой венера и меркурий вот эти две основные планеты ну и там конечно для политической сферы и так далее остальные итак месяц май чем он будет характерен да во первых будем смотреть плюс-минус по периодам по датам то есть сначала до конца с чем это будет связано месяц май первый день месяца мая у нас меркурий в тельце я буду заглядывать в шпаргалку потому что все держать в голове нереально а меркурий у нас имеет элемент земли да именно благодаря меркурию качество меркурия мы можем чувствовать вкус на языке то есть он а отражает элемент земли и это он связан также с расой точно так же как луна поэтому он экзальтирует в земных знаках и поэтому а когда он у нас на и в особенности силен то в это время в это время очень хорошо планировать очень хорошо создавать планы на будущее многих дачников огородников да у нас сейчас начинается период мает обычно картошку садят вот поэтому люди как-то вот интуитивно и даже вот по природе вещей мы видим каким образом они идут ближе к земле фактически кто-то начинает там ветки обрезать кто-то картошку садит я помню мы когда учились и когда работал тоже то есть мы от завода ездили картошку садили для предприятия и так далее то есть это контакт с землей фактически вот в это время хорошо планировать создавать планы каким-то образом планировать ваше лето да кто-то планирует высадки кто-то планирует бизнес кто-то планирует путешествия и так далее все связано с меркурием меркурий значит записывать или передавать информацию затем 5 числа 5 мая у нас венера переходит в знак тельца и где она фактически находится у себя дома да вот вы работаете где-то туда-сюда ходите бегаете по всему городу вы домой пришли упали на диван да то есть вы себя чувствуете дом вот и меркурий нет венера она вот именно так себя чувствует она когда заходит свой собственный дом все как бы она дома это свой собственный знак знак тельца в нем она чувствует себя максимально практично максимально удовлетворенный но что мы имеем у нас будет раху и венера то есть раху и венера вместе они усиливают страсти что происходит то есть есть такой термин ну среди байшнавской как говорится традиция раханутый раханутый человек это тот у кого раху как говорит захватил чувство то есть попал к нему в сознание и что происходит что человек начинает быть сильно ведомый низменными какими-то страстями в основном это вожделение в основном это желание то есть даже не вожделение в своей как говорится грубой форме сколько в ментальной форме то есть желание жажда наслаждений фактически вот и раху естественно находясь вместе с венерой это все усиливает потому что раху когда входит в определенный знак он хочет максимально стать хозяином этого знака и это это как не знаю какой-нибудь бандит там развратники или еще что-то заходит к вам в дом да и вот как бы он начинает чувствовать себя как дома то есть дает свои как говорится предоставляет права на вашу жилплощадь на вашу собственность и так далее то есть у них нет состраданию у таких людей очень сильная наглость большая самоуверенность и так далее то есть они творят дела и потом вам нужно еще отбиваться таких людей так вот вот это сочетание да вот в этом знаке она в основном влияет на наши вкусы на наше желание максимально да на наши чувства на наши страсти на желание естественно венера что это венера это любовь это взаимоотношения это но весна весна хочется взаимоотношений каких новых эмоций адреналина да то есть как бы такие вещи происходят поэтому будьте осторожны в это время с 20 по то есть 16 по 20 мая у нас венера будет вместе с раху и они будут очень близки друг другу то есть это не конъюнция но в любом случае когда эти две планеты сочетаются происходит такая создается большая такая иллюзия раху это что это у нас дымка это у нас алкогольные какие-то то есть вещи то есть наркотики и так далее то есть это может быть на грубом уровне это может быть также на тонком уровне то есть на уровне ментала то есть мы можем быть слишком слишком привязаны к каким-то вещами они могут ввергать сознание фактически в иллюзию вот поэтому в это время естественно вот все эти иллюзии они будут создаваться на на почве отношений на почве любовных отношений с тем человеком с кем у нас как говорится чувства максимально связаны да то есть это семейные отношения это допустим парень девушка это то есть какие-то страсти искусство амбиции очень сильные все вот это будет создавать такой напряг естественно ревность накал страстей в целом поэтому это будет такой живой месяц достаточно живой вы его хорошо прочувствуете этот месяц вот с 8 по 13 мая у нас будет меркурий страху то есть фактически первая половина месяца у нас не такая не такая благоприятная вот поэтому это время обычно для активизации в это время активизируется мошенники лохотронщики да то есть люди которые там не знаю долбят вас эсэмэйскими короче вы подписаны вы выиграли ваш лотерейный билет нажмите чтобы получить ваши деньги там ваши деньги вас ждут и всякие email рассылки там и так далее это все начнет активизироваться это время вот естественно могут быть какие-то ошибки в расчетах вам нужно быть в особенности бухгалтеры да вот люди которые работают с цифрами то есть аналитика и так далее будьте осторожны обязательно высчитывайте все максимально не делайте ошибок лучше перепроверять несколько раз то есть планируйте заранее как говорится предварительное планирование предупреждает проблему то правило 4 пить в это время активизируется максимально авантюризм это очень месяц будет креативным с другой стороны то есть нет такого благоприятного и неблагоприятного все зависит от вашего гороскопа где у вас планеты находятся вот у кого-то араху хорош допустим хозяин пятого девятого да или первого дома у кого-то он хозяин восьмого там или двенадцатого дома или еще то есть естественно активизация вот этого араху она будет влиять на разные сферы нашей жизни но в общей сложности в течение этого месяца этот месяц будет очень креативный продуктивный до творчество искусство видеоконтент любой туризм отдых в целом какие-то увеселительные мероприятия не знаю открою дискотеки заново где-то и так далее естественно все это будет как говорится под подоплекать поскольку это араху это будет под подоплекать под соусом таким гарниром хай-тековских каких-то фишек прибамбасов и так далее вот но это будет как правило то есть определенное правило ограничение мы это уже видим раху меркурий а меркурий это то есть такой земной знак а но в то же самое время но он очень быстрый араху это воздух то есть это вот раздувается информация вот это как это ложная какая-то концепция она будет раздуваться где в основном меркурий меркурий это что это как средство коммуникации это сми поэтому естественно в этот период мы сможем снова услышать какие-то как говорится забрасывать удочку будут вот нас ждет новый карантин вот нас ждет новая волна так далее все это будет развиваться развиваться дополнительные какие-то примочки будут к этому всему правила ограничения вот нам надо привыкнуть туда-сюда вы все это увидите все это начнет новой волной как говорится подготовительный процесс к осени вот и извините естественно араху это что это искусственный интеллект меркурий это коммуникация то есть это искусственный интеллект какой-то дизайн там вот эти вот все боты чаты и так далее это все очень сильно активизируется поэтому будьте внимательны с не жать все подряд в своем телефоне то есть несколько раз почитать подумайте проанализируйте посмотрите в сердце вообще стоит то есть будьте на уровне сердечной чакры спрашиваете как лица бога в сердце вообще что что делать стоит не нажимать не стоит нажимать то есть как-то вот хаотично не кликайте все подряд вот так же это эта энергия она отвечает за воронки продаж какие-то автоматические системы продаж и так далее то есть не втягивайтесь ни в коем случае ни в какие машине мошеннические схемы авантюры и так далее потому что этого будет сейчас очень много везде и на и на колонах и стриминга и ну как я уже сказал всячески это им как как змеи пытаются залезть дом доме или допустим муравьи тараканы да вот так же и вот вся вот эта информация она начнет поступать к нам из разных кризиса щелей вот поэтому будьте осторожны а я просто приведу один пример в это время активизируется такие люди как вот какие-то великие мошенники просто изучал разные гороскопы и у разных людей есть определенные комбинации где раху дает человеку власть даю человеку деньги дает человеку вот как допустим младший буш да у него раху очень мощный и там такая комбинация что через войну через мошенничество да то есть он может расти в карьере ну вот есть такой парадокс интересный вот в особенности если с десятым домом раху и меркурий каким-то образом связано если солнце там есть это значит что моральная составляющая человека настолько загублена но если это знак льва то раху там находясь вместе с меркурием он дает особое качество человеку чтобы вот каких то то есть вот обводить вокруг пальцем просто гигантское количество людей то есть это особые полномочия даже как есть цветы и да с особыми полномочиями там мать тереза там тогда и так же есть мошенники с особыми полномочиями вот и был такой я просто приведу пример был такой виктор люстик очень известный человек в свое время большой мошенник и он додумался до того что он на закрытом аукционе фактически в 1925 году умудрился продать эйфелеву башню одному бизнесмену местному французу вот то есть настолько нужно быть человеку в иллюзии да чтобы довериться чтобы поверить то есть это было большое количество людей был большой аукцион там люди бились об заклад там бешеные суммы ставили конце концов он продал фактически эйфелевую башню но не имел никакой их прав на нее то есть он себя так зарекомендовал что люди ему поверили вот но его конечно взяли потом и так далее он до этого очень много мошенничества сделал очень много фильмов есть по поводу таких мошенников которые там обводят пальцы там за ними полицейские гоняются особые полномочия раху меркурия поэтому это время будет характерным тем что вот криптовалюта да то есть онлайн игры казино и так далее они начнут очень сильно активизируется поэтому если у вас я конечно не поощряю это но бывает такое что у человека в гороскопе есть хорошие комбинации для того чтобы через именно этот вид деятельности получить какие-то деньги у других наоборот они начинают вовлекаться то есть иллюзия находит на осознание и они теряют вообще все поэтому будьте осторожны проверьте свой гороскоп как говорится на наличие своего вот этих комбинаций если вообще есть у вас к этому какой-то предрасположенности или нету то есть можете от этого блага получить нет не берите в ипотеку деньги в это время в банках потому что в банках и на биржах вообще могут быть вот такие вот как говорится кардиограмма поэтому те кто занимается криптовалютой кто занимается вот этими рейтингами там биржами они это явно заметят вот поэтому заранее поставьте свои программы так чтобы вовремя тормозить иначе азарт вот это желание да она может вам выйти боком и так хорошо для чего хорошее время во первых для образования меркурий это образование на меркурий созревает в пять лет человек ребенок идет в школу поэтому меркурий сильный в земном знаке страху это вся все сферы образования которые связаны с информатикой дизайном графикой видео монтаж продвижение в интернете аналитика искусственный интеллект всякие боты продаж то есть автоматические воронки то есть вот эти роботы которые вас ведут как говорится по по линии продаж используя разные триггеры там скидки короче подпишись тебе бесплатно получишь семинар там туда-сюда то есть все это ведет к тому что в конце концов как говорится вы покупаете то что в принципе вам особо то не надо но вас так вдохновили так как мурили что вы раз смотрите купил зачем вот поэтому для людей которые развиваются в этом в этой сфере получает такое образование вот это самое лучшее время чтобы именно начать обучение вот 12 мая у нас новолуние особый день 22 30 по москве где-то будет примерно в это время у нас будет экзальтированное солнце в овне да и на этот момент это хорошее время для вообще развития каких-то планов то есть для построения планов и так далее с новолуния когда луна начинает расти она фактически что дает она дает нам живительную силу нектар то есть энергию ментальную энергию для того чтобы идти в рост вот поэтому с 12 с 12 мая не само 12 мая потому что вот эти вот как говорится затмение и вот и вот эти пики полной луны и на валуне они не самые то есть они экзель энергетически перегружены поэтому в это время не стоит что-то начинать вот лучше всего следующий день там и так далее и дальше и затем у нас есть самый благоприятный день в году фактически это 14 мая запомните запишите это день особенности если вы хотите хотите стартануть чем-то то это у нас акшая 3 14 мая начиная с восхода где-то 5 часов утра это самый благоприятный день в году когда у нас солнце и луна они будут треть планеты будут в экзальтации то есть вот эти две планеты которые отвечают за ум за сердечную чакру за успех вообще в целом божественности так далее они будут экзальтации хорошее время для того чтобы делать какие-то такие долгоиграющие проекты и также у нас это будет месяц вайшак весь месяц вайшак из всех месяцев является самый благоприятный для духовной самореализации поэтому люди которые идут этим говорится путем для вас это самое лучшее время вот начинайте что-то делать в этом то есть запускайте проекты какие-то долгоиграющие семинары там тренинги и так далее вот в этот день идеально утром до первой половины когда солнце максимально сильно где-то вот с 11 до часу до 2 вот это вот время это тоже хорошее благоприятное время чтобы начинать конечно он не будет настолько позитивен как допустим в прошлые года потому что он будет во-первых этот день у нас приходится на раши шанти то есть солнце у будет 29 градусов 30 минутах и естественно это это как вот вот вы заходите в дом одна нога как говорится на площадке другая в доме вы нигде вы не там и не сям энергетически конечно теряет этот день но в любом случае благоприятные какие-то вот вещи для интроспекции то есть энергетика она присутствует при сильной венерии и меркурий да в то же самое время раху немножко оскверняет вообще этот день поскольку раху экзальтируем то есть это накшатра рахини это накшатра отвечающая то есть созвездие за мир во всем мире и так далее поэтому можно в это время увидеть какие-то трения между правителями между государствами какие-то не то есть не договорки скрывать информация скрываться информация какая-то будет какие-то бодане как говорится рогами если не было раха фактически но мы бы вы здесь жили как жили как полубоги фактически потому что но вот если браху и саттам сатурн ничего как говорится не не ставили нам палки в колеса для нашего же собственного развития да поэтому это для нашего блага вообще нет такого чтобы было супер благоприятно или супер неблагоприятно все благоприятно вопрос для чего но в любом случае это время она хорошая для рождения детей вот где-то с 15 и дальше поэтому если у вас как говорится дорогие дамы если вы беременны и так далее и у вас плюс-минус дата назначена вот на этот период где-то с 15 с 14 и дальше то есть я вас поздравляю это хорошее время для рождения детей вот я хотел вам немножко зачитать за акшай третия акшай третия это особенный день вот в особенности для тех кто следует ведическому знаний вот говорится что но я вам буквально несколько вещей скажу самых благоприятных то есть в это время народа муни встречает веса дэву именно в этот день бакшай третий потом шримад бхагава там великая амала пурана начинает то есть я сад его начинает после разговора с народа ему не писать ее именно в этот день поэтому мы видим 5000 лет прошло шримад бхагатам он у меня на полке стоит многих из вас он есть вот дарите шримад бхагаватам в этот день или бхагавад гиту это очень благоприятно вообще любые священные писания можете посещать святые места если вы живете в святом месте амавини в святой реке там ганга ему на и так далее можете принимать хорошие духовные стандарты допустим читать больше мантр допустим давать пожертвования браманами так далее очень благоприятно защите защита коров то есть можете жертвовать в это время коровым для того чтобы успокоить ваш ум чтобы у вас были финансы принимать духовное посвящение в этот день тоже очень считается благоприятно начать любые 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 практики любые какие-то движения в сторону раздачи фактически священных книг священного знания если у вас есть какие-то проекты онлайн вы хотите какие-то книги читать семинары делать лекции и так далее какие-то курсы долгоиграющие да когда вы допустим не знаю там книгу читаете на видео какие-то то есть то есть любая такая деятельность направленная на на тысячи лет фактически это вот как раз тот день благоприятный что еще хорошее время чтобы успокоиться внутренне если у вас есть какие-то внутренние конфликты как говорится шанти вот это время хорошо успокоиться на как говорится встать в тормоз если у вас есть какие-то вот не пережитые чувства и эмоции за этот год на просто откиньте это все просто очистить вашу очистите ваше сердце в это время чтобы вот сакшая 3 с этого дня войти уже с новой энергетикой и так говорится что в этот день в этот в этот именно в этот день в падму пуране говорится что в месяц большой шаг началась трета-юга вот и появился про про брить и марк то есть не брить есть отречение есть про брить и это через через деятельность посвященную богу человек может очиститься и как говорится прийти к нему вот и так далее в это время хорошо повторять такие мантры как он нам о багавате его сады его я омному на райана и поскольку у нас солнце в экзальтации до луна омному багавате его сады его я омному багавате наросимхады его я потому что у нас меркурий дальше я буду об этом говорить будет вместе с марсом а это уже совсем другой соус хорошо очень благоприятно начинать практике пранаямы потому что солнце сильно вот и очень 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 много различных моментов тоже говорится про этот день говорится что рама чандра появился в этот день на земле и так далее так далее очень много благоприятных вещей я если хотите потом могу как-нибудь это все дело подготовить выложить где-нибудь там на моем профиле в инстаграме или еще где-нибудь вот или в комментарии мы можем написать хорошее время для наставничества для того чтобы принимать помощь наставника если мы не знаем как идти дальше куда двигаться в это время хорошо задавать такие извечные вопросы следующий момент с 15 по 16 мая у нас луна в соединении с марсом луна это что это наш ум это наши эмоции это релакс это наша раса чем мы живем вкус к жизни вкус к счастью фактически вот это будет знаки воздушном близнецы на близнецы это двойственность всегда поэтому также знак коммуникации то есть это третий третий дом от овна то есть горловая чакра поэтому на этой горловой чакре у многих могут быть именно дисбаланс как это проявляется как гнев агрессия раздражительность поэтому в это время будьте осторожны вот в эти дни 15-16 мая контролируйте свой ум мантры который я вам дал вот сдерживайте себя старайтесь не ссориться старайтесь больше слушать меньше говорить медитация благоприятная в это время как я говорил вам наму багавате висаде моя хорошая мантра для того чтобы успокоить наш ум да вот когда мы после жаркого дня после не знаю люди кто там не знаю в поле в поле работает и так далее вот солнце солнце пёк вот кто-то сейчас картошку садит да где-то потом вы заходите в реку вечером уже то есть все это с вас просто смывается вот поэтому мантра она man manas это значит ум трое очищение очищать его успокаивать от ума зависит от спокойствия ума зависит наше здоровье вот поэтому любые практики направлены на здоровье на очищение на восстановление праны в играм в организме очень благоприятно так как у нас будет марс луна и раху и меркурий у нас вместе могут обостриться кожные заболевания у кого-то может обостриться аллергия естественно весна если у вас есть предрасположенности как раз то время кстати даю вам а лайфхак если хотите если у вас есть проблемы с аллергией то есть такие цветочная пыльца в гранулах вопрос начинаете на голодный желудок пить буквально пол чайной ложки доводите до чайной ложки рано утром встаете вода просто пьете это и это работает как гомеопатия то есть фактически ваш организм уже наполнен этим поэтому он не реагирует на внешний источник и все и у вас уже меньше проблем попробуйте это реально работает поэтому также могут быть от от стресса от накопления какого-то стресса до активность и так далее могут быть у кого-то на нервной почве какие-то боли в желудке у людей у которых есть гастрит и так далее то есть будьте осторожны на ней на нервной почве от переусердствования от переизбытка эмоции таких знаете стресса допустим на работе там или еще где-то у кого-то не там могут проблемы возникнуть какая-то такая стрессовая ситуация на уровне горла то есть на уровне кожи сколько-то марс луна вот солнце очень сильно и желудок в особенность у тех у кого есть предрасположенность про месяц вайшак я в принципе вам сказал то есть любая деятельность который я уже перечислил она становится максимально благоприятно она дает результат в тысячи раз больше в особенности в день именно вот это вот самый благоприятный день окшай 3 дальше 26 мая где-то в 14 часов по москве у нас полнолуние это будет очень рядом с раху араху у нас будет в 17 градусах луна у нас будет в 6 градусах это но где-то 10 градусов разница но в любом случае вот это сочетание вместе она конечно вот эти ближайшие два дня она даст о себе знать то есть это такой напряг страстей так далее в это время просто контролируйте ваши эмоции не ругайтесь с друзьями важно потому что меркурий также отвечает и марс отвечает за близкое окружение то есть это друзья это родственники дяди тети и так далее коллеги на работе то меркурий поэтому будьте осторожны 26 мая фактически по 10 июня у нас начинается коридор затмений не самое лучшее время чтобы то есть как мы видим с пятнадцатого до плюс минус до 26 числа это вот самое такое продуктивное время будет плюс минус хорошее вот потом уже начинается спад вот у нас коридор затмений не начинайте планировать каких-то таких важных 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 дней если у вас не знаю там назначена свадьба на это время или еще что то вот можно можно сделать допустим ягью то есть есть такие ведические жертвоприношения то есть с огнем там где зерно топленое масло бросается мантры определенные защитные читаются для того чтобы убрать негативное влияние от каких-то долгоиграющих долгоиграющих проектов да тем более свадьба допустим вот лучше конечно этого избегать но если уже это есть то нужны какие-то очистительные церемонии лучше всего сделать в это время негативный период способствует внутреннему росту поэтому то есть любые какие-то негативные вещи которые мы сейчас увидим в небе да вот в этот период они не являются вождь настолько уж негативным как говорится есть такое выражение муж и жена одна сатана да то есть смысл в чем что если господь нас вместе связал значит нам обоим нужно на чем-то работать то есть это касается и родственников и родителей и так далее и братьев сестер это значит что вот в этом аспекте нам нужно максимально очиститься вот поэтому негативные периоды какие-то они даны для внутренней проработки вот а хорошие позитивные они даны для внешней проработки то есть нам нужно активизироваться для того чтобы достигать каких-то результатов да то есть каких-то ожиданий строить планы и так далее то есть каждая из них позитивный негативный благоприятный в своей сфере как говорится не было не было бы как эта фраза забыл то есть не было бы счастье до горь горе помогло да как бы вот такой вот вот такое выражение то есть неисповедимые пути господня здесь тоже то есть вот это вот энергетика она чувствуется вот поэтому в конце месяца уже когда у нас плюс-минус 30 мая приходит у нас меркурий начинает немножко сдавать свои как говорится позиции нет нет зуда без добра надо нет чудо без добра или что не было бы счастья до несчастья помогло вот точно спасибо за за комментарий так вот ретроградный меркурий с 30 мая он когда он идет назад то естественно вот эта коммуникация все это дирекциональное движение вперед на достижение внешних вещей она начинает постепенно тормозится идет вовнутрь то есть нам нужно работать над своими эмоциями над своими какими-то внутренними переживаниями и так далее то есть работать над качествами характера фактически вот это хорошо хорошее время для людей которые заняты мистицизмом да то есть это агностики это какие-то там тантрики это люди которые мантры используют которые используют медитацию регрессия какие-то шаманические практики до когда мы выводим наружу какие-то внутренние наши определенные самскары которые не дают нам жить то какие-то плохие внутренние блоки переживания и так далее то есть хорошо обратиться к людям кто профессионал конечно в своем деле психологу к тому же самому да то есть если мы чувствуем что что-то нам мешает дальше действовать дальше идти это как вот да не знаю там брат с сестрой допустим поругаются да и вот они и хотят играть вместе и хотят дальше развивать отношения что что-то им не дает поэтому вот это вот время как раз благоприятно для того чтобы вот эти препятствия нам как говорится преодолеть вот поэтому что могу посоветовать в этот месяц максимально помимо того что мы уже обсудили сейчас в данный момент это во первых развивайте благо благодарение благо дарение дарите благо вокруг себя создайте вокруг себя такой атмосферы чтобы люди говорили вам спасибо не ради вашей гордости а чтобы вы должны быть удовлетворены счастливы за людей за то как вы им допустим помогли как вы решили какую-то их проблему то есть у нас канал называется близкие люди ближе становитесь ближе друг другу потому что именно отношения да они помогают нам сблизиться даже если мы сейчас в данный момент на расстоянии но вы меня слушаете я вам какую-то информацию как говорится передаю но на тонком уровне на на уровне сердца мы сейчас находимся в определенной связи поэтому этот проект и сделан для того чтобы объединить людей то есть мы наводим мосты мы не ищем различий поэтому развивайте благодарение хорошее время для рождения детей как я уже сказал естественно максимальную пользу от этого периода получат по ведической астрологии напоминаю это телец девой и козерог то есть они будут естественно выигрыши в этот период поэтому как говорится ловите ловите удачу за хвост хорошее время для параноямы дыхательных каких-то практик йоги также вот и любых видел их мантр все а сейчас оставим время на ваши вопросы если у вас есть какие то вопросы пожалуйста задавайте я постараюсь ответить так сейчас почитаю в инстаграме на канале если у нас есть сейчас посмотрим хорошо давайте что за череда затмений череда затмений это называется коридор затмений коридор затмений то есть когда у нас есть определенный период от лунного затмения допустим до солнечного затмения или от солнечного до лунного в это время обычно результаты каких-то начинаний они дают где-то 50 процентов то есть они окрашены каким-то негативом каким-то планетарным энергетическим дефицитом вот и поэтому они вот вот эти какие-то проекты они очень тяжело развиваются немножко на тормозах но это как и знаете вы ставите наручник машину и пытаетесь ехать быстро ну что это даст сложновато будет а когда и все планеты планеты они дирекциональные они они идут вперед они фактически благословляют вас определенными качествами вот и тогда у вас уже никаких проблем с начала года финансирования трудностей финансовые трудности что посоветуете но надо решать каким-то образом для для меркурия для денег есть хорошие мантры допустим мантры богини лакшми ом лакшми дева я намага да допустим делаете вот четыре круга по 108 начиная допустим с пятницы делаете 40 дней и смотрите есть изменения или переезд другую страну лучше свершить до 26 мая или можно можно 29 30 30 мая переезд нужно смотреть ваш личный гороскоп так просто не скажешь потому что допустим может быть благоприятный период для переезда может быть неблагоприятный период то есть результат от вашего переезда может быть абсолютно абсолютно противоположный все зависит от того еще в какую страну вы едете то есть когда вы переезжаете в какую-то страну вы переезжаете в определенный дом вашего гороскопа и уже когда вы туда переезжаете ваш гороскоп меняется вы как hnd сдвигаетесь фактически по вашему гороскопу и уже планеты начинают по-другому на вас влиять поэтому нужно точно знать куда ехать 21 мая благоприятный день для бракосочетания но мы говорили что у нас ведь то есть этот это 21 мая да в принципе да в принципе да так как будет отношение между украина и россии ну смотрите украина россия будет накал страстей в начиная с середины мая по июнь месяц фактически то есть в это время стоит ожидать каких какой-то движухи потому что марс у нас потом в следующем месяце он начнет переходить в знак но я об этом уже в следующем месяце расскажу потому что я сейчас не хочу как-то вот я сделаю отдельный эфир на июнь месяц где я расскажу об этом но будет не сладко что за череда сомнений ответил давайте задавайте ваши вопросы пожалуйста если возможно опубликуйте информацию которую зачитывали я это видео выложу на youtube и мы его постараемся также выложить на самом канале близкие люди ближе где мед продают там бывает обычно и пыльца а этого этого вы отвечает а пыльцу можно купить кей то есть мы про мед против точно пыльцу говорим такие конкретные практичных вопросов начали для себя благоприятно будет ну вот я и говорю ладно вы вы можете писать ваши вопросы обязательно пишите ваши вопросы что почитать для навального подождите что почитать для навального для правильного понимания неба навального причем здесь навальный а начального начального ой извините окей что почитать для начального понимания неба роберт свобода у него есть книжка я не помню как медической астрологии что ли Ну, на самом деле, книг по астрологии просто море, то есть, вы можете просто выбрать любого, можете в интернете посмотреть, можете просто какого-то лектора послушать, да, если у него есть книги, пожалуйста, купите его книгу. У разных астрологов есть разная информация, у них есть свои сайты, где есть базовая информация, в принципе, о планетах, о домах и так далее, она вся находится у них на сайтах, вот, есть много сайтов разных. Просто запишите ведическая астрология, там, базовый курс или... Очень много книг по... Ну, на русском языке, конечно, меньше, но у нас есть стандартные такие книги, это Брихат Парашара Хурошастра, но это уже, так, как говорится, для профессионалов, да, то есть, она была написана 5000, даже не 5000 лет, намного раньше. Брихат Парашара Хурошастра, это Бри Гумуния, это фактически, фактически, отец Вьясадевы, да, то есть, литературного воплощения Бога, то есть, он, вот, это, как, своего рода, такая, Библия или Бхагавадгита по ведической астрологии. Вот, и есть различные другие ачарии, то есть, другие великие святые, которые также дали. Сам, допустим, Господь Шива дал 16 тысяч священных писаний, то есть, он сам их получил от Вишну, вот, он их изучил, потом их дал, он их передал Ганяше. Так, ну, до нас дошло чуть-чуть, но даже в этом чуть-чуть для нас, как говорится, расти и рассеи. Так. А, когда благоприятный переезд в новую КВ, в квартиру? В новую квартиру переезд, есть определенные накшатры благоприятные, луна должна быть в движущемся знаке, да, движущиеся знаки, это у нас что? Вот, и вот у нас близнецы. Ну, когда мы переезжаем, когда мы переезжаем в новый дом, желательно, конечно, чтобы это было в фиксированных знаках луна. Луна не должна быть под негативным воздействием. Также Сатурн не должен быть у нас дебилитированными или иметь какие-то поражения и так далее, потому что Сатурн все-таки отвечает за стены. Да, и... Луна не должна быть пораженной. Я не могу вам точно сказать, то есть, я вам уже сказал, то есть, вы можете пересмотреть просто, какие у нас благоприятные дни. Вообще, для переезда хорошо среда, для переезда хорошо четверг, до 12 часов, если вы начинаете переезд в новый дом. Есть определенные церемонии, называется Гриха Провеш, то есть, она делается именно для переезда в новое жилище. Я делаю такие церемонии, и они очень благоприятны. То есть, приглашается богиня Лакшми, там определенные церемонии для женщин, то есть, там зерно, ну то есть, там целая процедура того, как это делается. Но это привносит богатство в дом. Ни в коем случае не переезжайте в субботу. В субботу или во вторник, это неблагоприятные дни для переезда. В субботу все будет медленно, во вторник будете ругаться. В субботу может сам процесс затянуться очень надолго. Роберт Свободы, да. Маха-мантру можно читать на затмении? Нужно ее читать на затмении. Маха, поэтому она и мантра. Маха-мантра, это великая мантра, одна из всех. Во время затмений даже мусульмане в свое время, в древние эпохи читали, допустим, находясь, допустим, по плечу в святой реке Ганге, да, то есть, они читали Маха-мантру даже. Даже представители другой религии, потому что люди знали, что это Маха-мантра, это одна из самых сильных молитв. Благодарю, очень полезно. Так, давайте, что можно делать, если брак уже заключен в коридор затмений? Используйте мантры какие-то. То есть, гармонизирующие мантры у нас для брака, это какие? Омна-мо-багватэ-васадэ-вайя, омна-мо-на-ра-я-на-я, то есть, это для солнца. То есть, повторяя эту мантру, вы фактически будете увеличивать солнечную энергию в гороскопе мужа. А солнце это что? Это мораль, это наше эго, то есть, восстанавливаться фактически, это карьерный рост. И вы мужчине фактически делегируете. Говорится, что, когда женщина молится за мужа, муж получает в сотни раз больше блага, благо, чем он сам это делает. Вот, поэтому вам дана определенная шахте, определенная энергия, чтобы помогать вашему мужу. То есть, ваша медитация на то, каким он должен быть, способна сделать из него то, о чем вы думаете. Ваша критика в сторону него, разрушит его карьеру и все остальное. Поэтому важна очень медитация. То есть, нужно помогать мужу расти в карьере. И так у вас будет больше свободное время, чтобы, как говорится, заниматься тем, что вам нравится. Так, что у нас дальше? Какого числа заканчивается коридор из отмений? Только что я об этом говорил. У нас коридор из отмений заканчивается 10 июня. Так, что значит усилить Луну? И Марс в своем гороскопе. Смотрите, Луна. Луна это эмоции. Луна это способность быть в мире и согласии. Способность быть наедине. Есть люди, которые не могут быть наедине. Они панически боятся этого. Потому что они остаются один на один со своим собственным умом, который их просто начинает, как говорится, как бензопила в голове начинает их гонять. Они сразу куда-то в социум бегут. Им надо движуха какая-то, планы, поездки на велосипедах. То есть, где-то вот как-то, как говорится, праздник в уме. Они терпеть не могут спокойствие. Есть люди наоборот. То есть, ущербная Луна, плохая Луна, Луна в Скорпионе, Луна Сатурн. Это тенденция к депресснику. То есть, человек самоедством занимается. То есть, он ставит себя в центр. И фактически, что происходит, что он сам себя, я плохой, я недостоин, я, я, я. Все я. Я в центре, но все с большим таким жирным минусом. Который никому не нужен. Естественно, глядя, то есть, вот этот минус, когда мы носим на голове, да, люди смотрят, говорят, не, не, я лучше подальше от такого человека буду. Да, и такие же люди, они сами же себя ведут таким образом, что они отпугивают свою удачу фактически. Вот, поэтому им нужно восстановить энергию планеты. То есть, энергия планеты может быть слабая, то есть, дебилитированная, то есть, планета в падении. Да, это вот как, допустим, ну, вроде, ребенок, да, но инвалид. Или, допустим, у него со здоровьем проблемы, он просто, ну, вот, ходить не может там. То есть, видели таких людей, да? То есть, это уже заведомо какой-то негативный аспект. Вот. И энергию Луны можно восстановить до среднего, нормального, такого хорошего стандарта. Или можно ее увеличить максимально. Вот. Увеличить максимально, это значит, вот, когда Луна у нас находится в знаке Тельца, в знаке экзальтации, допустим. Если она еще с Венерой, так это сплошные праздники, там, счастье, социальное. Если она в седьмом доме, Луна в седьмом доме, в экзальтации. Все, это человек масс-медиа, он работает с публикой, он говорит на публику, допустим, там, все от Меркурия также зависит. То есть, это социально активные люди. Вот. Марс, это наши, наша дирекциональная деятельность. Там, где мы максимально предлагаем усилия в обретении наших желаемых каких-то результатов. Вот. Поэтому, это наша сила, где мы предлагаем усилия по максимуму. Да. В гороскопе это обычный шестой дом. Да. То есть, третий, шестой, десятый дом, это, это дома, где мы можем изменить нашу карму. Нашими же собственными усилиями. Вот. Поэтому, Марс, для Марса хорошо работа над собой, йога, бег, допустим, мы преодолеваем усилия, мы заведомо, как говорится, фатеем, действуем в определенном направлении, в достижении определенных целей, чтобы, чтобы получить желаемый результат. Если Марс в невежестве, там, Марс в падении, допустим, в раке, что мы будем наблюдать в июне, июнь, да, июль месяц, это будет такое время, когда Марс в знаке, в знаке рака, он терпеть не может там находиться. Марс, он хорошо себя чувствует на поле боя. То есть, это у нас Скорпион, это какие-то секретные службы, там, допустим, ФБР, ФСБ, да, какие-то такие, или Овен, да, то есть, это какая-то движуха, там, военные, там, всякие копы и так далее, да, вот такая деятельность. А в раке, вот что он делает? Он заходит, воин готовый к сражению с оружием и так далее, он заходит в такие приятные покои, лунные, там, где какая-то реки нектара текут, там, серебряного цвета, там, всякие занавесочки, музыка поет, белые лебеди и так далее. Ну, что ему там делать? Он себя чувствует, как, я вообще не в том месте нахожусь, потому что он счастье от другого получает. Вот, поэтому у него растет внутри, вот это вот, накапливается, вот это негатив. И негатив, когда он накапливается у Марса в падении, он обычно выливается в раздражительность. Поэтому вот эту раздражительность, люди вооруженные, да, на границах государства, они начинают, то есть они не могут сдержать эмоции. у них, то есть Марс, он становится очень таким, знаете, едким. Вот, и, а Марс это зажигалка. Когда Марс у нас входит в такие знаки, он обычно активизирует конфликты. Вот, а поскольку это знак Луны, Луна это общество, это большие массы людей. Поэтому мы сможем увидеть вот это вот его влияние в обществе. Вот именно под этим оттенком, этим аспектом. У нас осталось ровно 6 минут. Алексей, пыльцу, чего надо пить? Нужно пить пыльцу, цветочная пыльца в гранулах. Вот, на голодное жило до гранулы. Телец, дева и козерог по солнцу, восходящий знак или по луне. Так, не понял вопрос, или по луне. То есть, это по ведической астрологии, да. Мы говорим по ведической астрологии. Не было бы счастья, да, это мы видели. Окей. Хорошо. Здесь вопросов больше нет. за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Правильно. Правильно. Поэтому вот в странах, допустим, кавказской национальности, да, вот, вот это, вот, горная местность, ближе к востоку, там, если прославляют мужчину, то прославляют всегда женщину, потому что знают, благодаря кому мужчина стал именно тем. Это значит, что женщина, она в определенное время направила его, в определенное время закрыла определенные тылы, для того, чтобы он мог развиваться и добиваться чего-то. Вот, поэтому обычно прославляют обеих. вот, и благодарю, окей, очень полезно, хорошо, рад, что вам нравится. Хорошо, у нас осталось 4 минуты, давайте еще буквально на пару вопросов я смогу ответить. Вы говорили в конце, что для этих знаков благоприятное время, для этих знаков по солнцу или у кого восходящий знак, у кого восходящий знак, у кого ашиндент, да, вот вы родились, у вас на момент рождения на востоке, да, именно был вот этот восходящий знак, для вас, именно для вас, для этих трех знаков это будет благоприятный период. Поэтому максимально просто используйте это время для роста, для вашего внутреннего и внешнего, используйте его по максимуму. В инстаграме сохраните фирт, да, и в этом и во втором, спасибо. Марс в синдоме что означает? Все зависит от того, какой он Марс, сильный, слабый, то есть в дружеском знаке или в благоприятном знаке. Обычно это дает такого марсианского как говорится партнера, вот, если это жена или муж, они могут ругаться, то есть у них ругань может быть, потому что Марс, это обычно наш, то есть седьмой дом, это представитель, это коммуникация, человек может быть очень в социуме активен, то есть очень сильно продвигается, это могут быть такие люди, как журналисты, адвокаты, люди, которые продвигаются в обществе, могут быть даже политики, это войны у нас, обычно это жены, Марс в седьмом доме очень часто у меня встречались гороскопы жены военных, если Марс в хорошем положении находится, допустим, там, в своем собственном знаке, в знаке экзальтации, допустим, в знаке козерога, а, допустим, Ашиндент у нее рак, то это муж военный, вот, и поскольку у нее Ашиндент рак, ей постоянно приходится за ним ездить, как бы вот такие вот бывают комбинации, и нужно контролировать эмоции, обычно после брака, когда женщина вступает в брак, или мужчина вступает в брак, им сложно на первых этапах найти общий язык, они обычно ругаются очень много, то есть нужны годы, чтобы они фактически начали друг друга понимать, да, изучили вот правила дорожного движения и действовали соответствующие. А, Амакарка в 12 доме, Амакарка в 12 доме, с солнцем в 12 доме, о чем? Не понял вопрос. Спасибо за знание. Хорошо. Всем желаю удачи, спасибо, что вы были на этом эфире, делитесь со своими друзьями, знакомыми, если что, если какие-то вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь ответить. Желаю вам всего самого наилучшего, блага, развития в течение этого месяца и всего самого наилучшего. Ом, шантюм. До свидания.